Великой Отечественной войны В составе Советского военно-морского флота Были подводные лодки нескольких типов Самыми известными стали щуки Но кроме них успешно топили врага Катюши и малютки Эски и декабристы Рассказ об этом в фильме «Оружие» Вооружение рабоче-крестьянского Красного флота Подводными лодками Началось еще в 1923 году Были подняты и отремонтированы Пять затонувших русских субмарин К ним добавилась английская подводная лодка Л-55 Потопленная на Балтике В годы Гражданской войны Ее подняли, восстановили И ввели в строй Балтфлота Тела погибших британских моряков Были с почестями возвращены на родину В Николаеве достроили Заложенные еще до революции Субмарины типа АГ Американский Волант Подводные лодки серии АГ Были названы в честь руководителей Советского государства АГ-24 имени товарища Луначарского АГ-25 имени товарища Троцкого АГ-26 имени товарища Каменева Первая субмарина советской разработки «Декабрист» или лодка проекта «Д» Была заложена в начале 1927 года И вошла в состав флота в 1931-м По своим тактико-техническим характеристикам Она не уступала лучшим зарубежным образцам Впервые в отечественном кораблестроении Корпус подлодки разделялся На водонепроницаемые отсеки В качестве главных двигателей Для надводного хода На первых двух кораблях Установили дизели германской фирмы «Ман» «Декабристы» были вооружены Восемью торпедными аппаратами Мощным носовым орудием калибра 102 мм И кормовой полуавтоматической пушкой Калибра 45 мм Всего было построено 6 кораблей этого проекта В 1938 году подводная лодка «Д-3» Впервые в мире прошла подо льдами Арктики Это плавание продолжалось 30 минут В 1942 году гвардейская краснознаменная подводная лодка «Д-3» Погибла вместе с экипажем Во время боевого похода в Баренцевом море В 1935 году началась постройка лодок серии «М» «Малютка» Эти сравнительно небольшие лодки С полностью электросварным корпусом Можно было перевозить по железной дороге без разборки Они были вооружены двумя торпедными аппаратами И 45-мм орудием Было построено более 100 подводных лодок типа «М» И они принимали деятельное участие в сражениях Великой Отечественной войны На их счету 61 потопленный транспорт 10 боевых кораблей и вспомогательных судов противника Самым большим подводным кораблем времен Великой Отечественной войны Стала субмарина «Проекта Ка» Советские конструкторы приступили к работе над ней в 1934 году Субмарины «Проекта Ка» или «Катюши», как называли их моряки Предназначались для ведения боевых операций на океанских просторах При большом удалении от своих баз Это были полноценные подводные крейсеры «Катюши» несли мощное вооружение 6 носовых и 4 кормовых торпедных аппарата калибра 533 мм 2 100-мм артиллерийских орудия И 2 45-мм зенитных автомата В прочном корпусе было построено 3 отсека-убежища Отделенных от других отсеков сферическими переборками И снабженных постами аварийного продувания главного балласта Это было сделано для того, чтобы в случае повреждения лодки И образований пробоины, возникновений пожара Или при потере управления Личный состав мог предпринять меры для аварийного всплытия Такие меры по спасению экипажа для советских лодок были новшества Перед началом Великой Отечественной войны 6 подводных лодок этого проекта Были включены в боевой состав Северного флота Затем было построено и передано Балтийскому флоту Еще 4 подводных крейсера Всего за годы войны «Катюши» потопили 25 боевых кораблей и транспортов противника 5 июля 1942 года Советской подводной лодкой К-21 Под командованием капитана 3-го ранга Николая Лунина Был атакован немецкий линкор «Тирпиц» Который шел с охранением для атаки союзного конвоя ПК-17 Факт атаки немецкая сторона не подтвердила Одними из наиболее многочисленных в составе советского подводного флота Были субмарины типа «С» Или как их иногда называли «Сталинцы» Они строились на основе проекта Купленного у германской фирмы «Дешимак» в 1933 году Дизельная подводная лодка проекта «С» Средняя Длина 78 метров Скорость надводная 19,4 узла Скорость подводная 8,5 узлов Предельная глубина погружения 100 метров Силовая установка Два дизельных двигателя мощностью по 2000 лошадиных сил Автономность плавания 30 суток Экипаж 46 человек Водоизмещение надводное 840 тонн Лодка имела 4 носовых и 2 кормовых торпедных аппарата Артиллерийское вооружение состояло из одной 100-мм и одной 45-мм пушек Благодаря хорошим показателям Дальности плавания, мореходности и автономности Эски действовали на больших удалениях от своих баз Славу подводным лодкам проекта «С» Принесли героические действия экипажа Александра Маринеско На его счету знаменитая «Атака века» Против германского военного парохода «Вильгельм Гуслав» В осени 1944 года сложились благоприятные условия для действий советских подводников на Балтике В результате успешного выступления Красной Армии на Карельском перешейке В сентябре вышла из войны Финляндия В руках советского командования оказались все объекты системы противоводочной обороны Которая перекрывала выход из Финского залива в Балтийское море На этот период приходится рост числа боевых побед советских подводных асов Самым известным среди них по праву стал Александр Маринеско Счет своим боевым победам капитан-лейтенант Александр Маринеско Открыл в августе 1942 года Лодка М-96 под его командованием Атаковала и потопила у берегов Финляндии Транспорт водоизмещением около 7 тысяч тонн После этого финские сторожевики четверо суток гоняли за субмариной Пытаясь потопить ее Но малютка ускользнула от противника И пройдя через 20 минных полей благополучно вернулась на базу После этого повышенный в звании до капитана 3-го ранга Маринеско Принял под командование подводную лодку С-13 И совершил с ней 6 боевых походов В пятом из них 30 января 1945 года Произошло то, что историки военно-морского флота позднее назовут атакой века 30 января Находясь в несколько северо-западней Данцевской бухты Лодка встретила послеживший пароход Точнее говоря, в то время уже вооруженную плавбазу торпедных катеров Велигельм-Густав 25 тысяч тонн водоизмещения Сколько находилось людей на Велигельме-Густаве Точно неизвестно Поэтому и точно неизвестно число погибших Что известно На Велигельме-Густаве погибло несколько сотен немецких подводников Погибло приблизительно 300 людей 300 человек из состава тыла немецкого военно-морского флота База, которая находилась в Гдыне Готенхазе Охране лайнера уделялось особое внимание Перед выходом Велигельма-Густава в море Немцы провели профилактическую чистку района Глубинные бомбы противника Дважды едва не накрыли советскую подводную лодку Атаковать транспорт с моря Из-за сильного охранения Оказалось невозможно Маринеско совершил нестандартный маневр На полном ходу В надводном положении Он провел лодку вдоль берега И выполнил четырехторпедный залп веер В цель попали три торпеды Корабли охранения включили прожекторы С-13, выполнив срочное погружение Уходило в северном направлении И все же немцам удалось нащупать лодку Невдалеке от нее послышались взрывы глубинных бомб Считая, что большая безопасность Будет обеспечиваться рядом с тонущими лайнерами Командир повернул на обратный курс Удачный маневр помог С-13 Благополучно оторваться от преследования В том же походе С-13 провела еще одну результативную атаку Уничтожив транспорт генерал фон Штойбен Под измещением 15 тысяч тонн Судно перевозило 3000 военнослужащих К началу Великой Отечественной войны У Советского Союза было 267 субмарин 170 из них участвовали в боевых действиях С 1941 по 1945 годы СССР потерял 81 подводную лодку За то же время советские подлодки всех типов Потопили 126 боевых кораблей, вспомогательных судов и транспортов противника Вторая мировая война дала убедительное подтверждение Боевой ценности подводных кораблей Советские субмарины получили больше наград и почетных званий Чем все остальные корабли флота вместе взятые 25 подводников стали героями Советского Союза ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok